На заседании кабинета министров Чувашии сегодня обсудили проект закона по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Минстрой Республики предложил установить для этой категории альтернативную меру государственной поддержки, предоставив им социальную выплату. На заседании правительства обсудили и другие вопросы. Подробности в репортаже Татьяна Молоковой и Павла Ириткова. Детям-сиротам по закону полагается жилплощадь. Есть определенный норматив квадратных метров – 33. Но вот механизм реализации обязательств государства так до конца и не был проработан. Нередко молодые люди получали не очень подходящее жилье. В отдаленных районах порой без элементарных удобств. Республика попадала в антирейтинг по этому направлению. Минстрой Чувашии предложил ввести социальные выплаты и предусмотреть условия, которым должны соответствовать дети-сироты. Это возраст от 23 лет и старше, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность. При покупке жилья с использованием соцвыплаты сироты вправе использовать собственные средства, кредиты или материнский капитал. В целях определения размера социальной выплаты устанавливается расчетная площадь жилого помещения в размере 33 квадратных метров на ребенка-сироту. И средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемая ежеквартальными строем России для Чувашской Республики. На сегодня это 39 486 рублей за квадратный метр. Это на второй квартал 2021 года. И поэтому размер социальной выплаты может составить 1 303 038 рублей. Право на получение социальной выплаты удостоверяется жилищным сертификатом. Еще один законопроект, рассмотренный на заседании Кабмина, касается создания благоприятных условий для ведения бизнеса. По словам министра финансов Михаила Ноздрякова, предложения об установлении льгот по уплате некоторых видов налогов поступили от предпринимательского сообщества. Предлагается увеличить минимальный доход, который не облагается налогом, особенно в отраслях, пострадавших от пандемии. Кроме того, будут возвращены уплаченные с начала года налоги по патентной системе ЕНВД и ОСН. Еще одно изменение – установить беззаявительный характер льготы по уплате транспортного налога для семей с детьми-инвалидами. Установление более справедливого подхода в налогоположении малой и средней предпринимательской, прежде всего, в части патентного налогоположения и упрощенной системы налогоположения. И очень важно, что все эти нормы еще распространяются и имеют обратную силу. То есть 1 января 2021 года. Поэтому я призываю таким же образом и дальше на всем работать. Во-первых, четко анализировать действующие законодательства и изменения федерального уровня. Ну и самое главное – слышать запросы. Правительство также рассмотрело постановление о порядке подготовки и утверждение проекта планировки поселений, которые имеют особое значение для культуры и истории Чувашии. А также распределило субсидии бюджета муниципалитетов на разработку документации объектов капитального строительства. Татьяна Молокова, Павел Иридков, Республика.